Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о культурных событиях в праздничные дни. Владивосток готов к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. В 9 часов состоится возложение венков и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В это же время у здания «Серая лошадь» начнется построение колонн Бессмертного полка, а в 10 часов стартует Парад Победы на улице Светландской. В 12.00 на Центральной площади Владивостока начнут работать локальные площадки. Состоится праздничный концерт «Весна Победы» с участием лучших творческих коллективов города и края. У гостей праздника будет возможность станцевать вальс и насладиться музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века. Акция «Солдатская каша» развернется в Адмиральском сквере в 12.30. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб. С 13.00 до 14.30 в водно-спортивном центре ЦСКА пройдет шестой международный победный заплыв. В 18.00 на территории спортивной набережной развернется локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы тематической экспозиции. В 20.00 на Центральной площади Владивостока начнется вечерняя программа. Завершатся праздничные мероприятия красочным фейерверком в 22.00. На концерт «Песни военных лет» приглашает Мариинский театр. Начало в 17.00 стоимость билетов от 200 до 600 рублей. День открытых дверей состоится в Музее исторической техники на Садгороде. Гостей будут угощать сладостями и солдатской кашей с полевой кухней. В лекционном зале музея весь день будут показывать кинохронику Великой Отечественной. Будет действовать тир с пневматическими ружьями фотозоны на военную тематику. Также пройдет митинг, участие в котором примет ветеран Великой Отечественной войны Ефим Моисеевич Гольдберг. Полковник запаса и ветеран арктических походов дальневосточного морского пароходства. В войну Ефим Моисеевич служил на танке Т-34, перегонял такие боевые машины с завода на фронт и был офицером связи танкового полка. 15 марта Ефим Моисеевич отметил свой 105 день рождения. Начало в 9.00, вход свободный. На концертную программу ко Дню Великой Победы «Просто ты умела ждать» приглашает Приморская филармония. В годы Великой Отечественной войны песня духовно обогащала нелегкую фронтовую жизнь, наполняла ее высоким смыслом. Песни вели в бой, объединяли морально и помогали выстоять и победить, были тем самым секретным оружием, разящим врага. Темы, затронутые в лирических военных песнях, вечны. Начало в 18.00, стоимость билетов 500 рублей. А театр имени Максима Горького приглашает на спектакль «Заповедные дали» по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник». Талантливый, но не признанный официальным литературным миром писатель приезжает в музей-заповедник Пушкина, где, работая экскурсоводом, надеется хоть на время забыть о своих проблемах с обществом, женой, алкоголем. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. Спектакль-фэнтези в двух действиях для всей семьи «Алиса в стране чудес» дадут на сцене театра молодежи. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. Открытие юбилейного 10-го дрифт-сезона состоится на Приморском кольце. Начало в 10.00, стоимость билетов от 1500 до 3000 рублей. Для детей до 5 лет в сопровождении родителей, без предоставления сидячего места, вход свободный. Выставка участников Владивостокской школы современного искусства «Жили-проживали» пройдет в читальном зале Центра современного искусства «Заря» 11 и 12 мая. Открытие состоится в 19.00, вход свободный. Спектакль «Лес чудес» в новом и набирающем популярность во всем мире жанре бэйби-театра состоится в Театре кукол. Бэйби-театр – сочетание актерской игры с элементами квеста и анимации. Адресован он самым маленьким зрителям, которые становятся полноправными участниками спектакля. Малыши свободно перемещаются по игровой площадке, изучают реквизиты, декорации, выполняют задания ведущих, участвуют в играх и фотографируются. Вместо традиционных кресел они размещаются на специальных подушках на ковре на стиле. В конце представления детям дарят картинки-раскраски на тему спектакля. Начало в 10.00, стоимость билетов – 400 рублей. На спектакль «Любовь людей» приглашает театр ТОВ. Герои, жители одной деревни, попадают в настоящий круговорот страстей, отчаянно желая жить нормально. Жена убивает пьющего, избивающего ее мужа, скрывает преступления, выходит замуж за хорошего парня еще со школы ее любящего. Он догадывается о случившемся, выслушивает чистосердечное признание и принимает ее любой. Правда, выжить с грузом этой правды им не дано, дух убиенного не дает ей покоя. Начало в 15.00, стоимость билетов – 500 рублей. Районный фестиваль «Первая речка» на территории кинотеатра «Москва» состоится в 12.00, вход свободный. А всех любителей кошек приглашают на дальневосточную выставку-продажу породистых котят в торгово-развлекательном центре Черемушки. Заводчики расскажут об особенностях пород, уходе и кормлению. А для самых маленьких посетителей будет творческий конкурс детского рисунка. На мероприятии соберутся заводчики Амурской области, Хабаровского и Приморского края. Начало в 11.00, вход свободный. На этом все. Мы поздравляем вас с праздником Великой Победы! Субтитры создавал DimaTorzok